565 лет назад, 20 сентября 1457 года, была издана Булла, то есть указ римского папы Николая V, который предписывал австрийскому герцогу Фридриху III разрешить поселение евреев на своих землях. С этого момента можно отчитывать непрерывную историю проживания еврейского народа на австрийских землях. Евреи селились на территории Австрии раньше, но, как это мы знаем из средневековой истории, их часто оттуда изгоняли, они вынуждены были бежать, погромы имели место довольно часто. Потом феодалы, заинтересованные в деньгах евреев, возвращали, и так по многу раз на столетие, можно сказать, было. Евреи в Австрии примечательны тем, что именно на территории Австрии и сопредельных районов современной Германии, то есть Баварии, прежде всего Франконии, сформировался этнос европейских евреев-ашкеназов, носителей языка идиш, которые сейчас составляют примерно 70-80% еврейского населения мира. Оттуда евреи начали расселяться на восток, потом частично возвращаться на запад. Но если брать прицельную территорию только именно современной Австрийской республики, в современных границах, то крупное поселение евреев там было зафиксировано с 13 века на территории современного земли Тироль, то есть это самый крайний запад Австрии, который в то время не принадлежал еще австрийской династии Габсбургов, которые воцарились уже к тому времени в Вене, а в Тироле, в сопредельных провинциях Каринтия, Каринтия это юг Австрии, и Крайна, Крайна это север современной Словении. Там было государство, которое называлось Тироль-Каринтия, графство Тироль-Герцогство Каринтия, объединенное государство, которым правила так называемая Горецкая династия, ныне вымершая. Вот последней представительницей этой династии, которая активно симпатизировала, как говорят евреям, была так называемая безобразная герцогиня Маргарита Маульташ. Маульташ в переводе с немецкого означает губастая. Вот биография этой безобразной Маргариты прекрасно описана писателем Леоном Фехтвангером в одноименном романе «Безобразная герцогиня». Не знаю уж, насколько писатель сверялся с историческими хрониками, или же это плод его фантазии, но в любом случае под рукой у меня других источников нет. Вот Фехтвангер пишет, что в правлении Маргариты, то есть с 30-х до 50-х годов 14-го века в Тироле поселилась довольно многочисленная еврейская община, они там занимались, как принято, ремеслами, торговлей, ростовсичеством. Но когда Европу захлестнула страшная эпидемия чумы, так называемая черная смерть, это 1348-49 годы, по всей Европе прокатились страшные погромы, и в том числе такие погромы были и в Тироле, и практически все еврейское население было либо уничтожено, либо было вынуждено креститься, либо бежать за пределы Тироля. А когда Маргарита умерла, у нее был только один сын, который умер при ее еще жизни, династия пресеклась, и она завещала все свои владения Габсбургом. И таким образом Тироль стал частью Австрии. Но когда евреи вновь стали селиться в Австрии, это уже по вот этой буле Николая V, после середины 15-го века, они уже Тироль обходили стороной, селились в основном в Вене. А Тироль до этого был таким лакомым кусочком, можно сказать, перевалочным пунктом европейской торговли, но после этого, видимо, торговые пути как-то сместились, и Тироль стал захолустьем. И если там уже в 19 веке возникла интересная такая поговорка среди австрийских евреев, потому что почти все евреи жили, австрийские жили в Вене, а в провинции, особенно вот в этом отдаленном Тироле, евреев почти не было. И возникла у евреев поговорка «Zu haufen mazo nach Tirol», то есть «продавать мацу в Тироле». То есть имелось в виду, что в Тироле евреев практически нет, и там маца никому не нужна, то есть заниматься бесполезным делом. Бульон из-под яиц, можно привести аналог. Ну так вот, 16 века евреи начали активно селиться в Австрии. Им, кстати, очень покровительствовал император Карл V, который был известен тем, что над его владениями никогда не заходило солнце. Карл V по линии матери был потомком королей Кастилии и Арагона, то есть объединенной Испанией, а по линии отца он унаследовал пост, титул императора Священной Римской империи, то есть вся Германия, Австрия, современная Венгрия, Богемия, земли в Италии, и плюс огромное владение в недавно открытом новом свете. То есть в Южной Америке. Говорили, что над владениями Карла никогда не заходило солнце. И для того, чтобы финансово поддерживать, скреплять разные куски своей огромной империи, ему нужны были евреи, поскольку евреи были тогда монополистами фактически в деле денежного оборота, кредита и тому подобных финансовых операций. Однако, понимая, что невозможно в одиночку управлять такими огромными землями, Карл V незадолго до смерти разделил свое владение и оставил за своей непосредственно династией, то есть за своим сыном Филиппом, Испанию, Нидерланды и земли в Латинской Америке. А Священная Римская империя и австрийские земли перешли к его брату Матиасу, который к евреям относился с гораздо меньшим пиететом. Опять начались изгнания. Евреям было запрещено проживать в Вене, но было разрешено в Праге. И вот на период конец XVI и XVII век Прага была в Европе главным центром еврейской жизни. Недаром там возникла эта легенда о Големе, Раф-Лива, Бен-Бе-Царал. Кто интересуется, может об этом почитать поподробнее. Тогда Прага была тоже установлена немецкоязычным городом. И вновь евреи начали селиться в Австрии, то есть в Вене преимущественно, уже с XVIII века. Императрица Мария Терезия, последняя из династии Габсбургов, и после нее, поскольку по женской линии не передается, стала называться династия Габсбург-Калатаринских, поскольку ее мужем был Гердер Калатаринский. Она была набрежной католичкой, евреев недолюбливала, но понимала, что евреи важный, необходимый, так сказать, в хозяйстве элемент. Но тоже она долго колебалась, пока наконец не разрешила евреям селиться в Вене. И то она это обговорила таким условием, что вступать в брак в еврейских семьях могут только старшие сыновья. То есть, чтобы евреи чрезмерно не плодились. Но этот запрет всячески обходился, там евреи брали чужие всякие прозвища, фамилии, как-то это скрывали. А потом этот декрет был отменен при сыне Марии Терезии, типичном представителе просвещенного абсолютизма, то есть, вот, монархия уже не феодальная, еще не конституционная, вот такой переходный этап назывался просвещенный абсолютизм. Вот и Екатерина II тоже считается типичным представителем. И император Иосиф практически отменил многие запреты и ограничения дискриминационные на евреев, и в том числе он повелел всем евреям принять фамилии. До этого у евреев фамилий не было, кроме некоторых знатных раввинских родов. Назывались там Натан Бян Яков или там Мейр Бян Амшель, то есть, как бы имя и отчество. Вот он повелел взять всем фамилии, и существует байка, правда, я сильно сомневаюсь в ее достоверности, что чиновники решили немного на этом деле подзаработать, которые занимались вот выдачей фамилий, и богатым евреям, которые там могли дать барашков, букашки, они давали красивые фамилии, типа там Розенберг, Розовая гора, Розенталь, Долина Рос, Гольдштейн, Золотой камень, Пургольд, Чистое золото, вот такие. А, скажем, каким-нибудь там криминальным элементам или каким-нибудь несознательным евреям, которые не желали платить, давали оскорбительные фамилии, и такие, как, например, Канал Герух, то есть помойная, это самое, канализация, короче говоря, или там Эзелькопф, Ослиная голова, Швейнсон, Сын свиньи и тому подобное. Но я лично в этой байке сомневаюсь, поскольку ни одного человека вот с фамилией Эзелькопф или Швейнсон впоследствии в истории не было известно. Хотя, может быть, они просто при первой и удобной возможности свои фамилии меняли на более благозвучные, сложно сказать. И XIX век можно назвать эпохой постепенной эмансипации австрийских евреев, их переходом, так сказать, получением постепенного равноправия, тем более, что император Франции Иосиф, который царствовал с 1848 по 1916 год, это сколько же получается, 70 лет, то есть столько же, сколько недавно почивший английский королевый Елизавета. Так вот, он покровительствовал евреям, по возможности старался устранять разные ограничения, евреи получили возможность служить в армии, на государственной службе и так далее. И, кстати, в титуле австрийского императора еще со средневековых времен имелся титул короля Иерусалима. Этот титул еще оттянулся со времен завоевания Иерусалима крестоносцами в раннем Средневековье. Так вот, однажды император Франции Иосиф приехал с визитом в город Черновицы, нынешний Черновцы, который в то время больше половины населения составляли евреи. И когда он прибыл на Центральную площадь, он увидел, что там одни евреи пришли его приветствовать, он сказал, ну теперь я понимаю, почему я нашу титул Иерусалимского короля. Ну, можно сказать, что после смерти императора Франции Иосифа благополучие австрийских евреев подошло тоже к концу, то есть еще пару десятилетий они пожили в спокойной обстановке, а потом произошел аншлюз, то есть присоединение Австрии и Германии, а потом австрийские евреи разделили печальную участь своих немецких соплеменников и собратьев. Иерусалимского коробка Иерусалимского короля за все и он Продолжение следует...